Привет, друзья! Я обещал рассказать кое-что интересное в подготовке психологической к нашему вебинару, которая будет посвящена тому, чтобы создать науку человечности, для того, чтобы человек, решая любые вопросы, мог быстро изобретать правильные решения в личных отношениях, когда он дом строит, когда деньги зарабатывает, когда диссертацию пишет. Вот что значит человечность? Это вечные ценности, это ответственность человека, это его ощущение и чувство совести, и чувство ответственности за свои поступки и действия. Но это есть чувство о Бога. Говорят, безбожник ты кому говорят? Ну, который не понимает, что есть последствия, есть некий суд за его какие-то действия. Ну, это метафоры и всё. Ну, в принципе, вот о чём я хочу сказать. Про подражательный рефлекс есть и созидательное начало у человека, да? Вот о подражательном рефлексе. Вот он работает. Когда в условиях неопределённости вам что-то показывают, ну, например, новые упражнения какие-то, ну, вы в первую очередь задумываетесь, а как их правильно делать. Вот мы Захарова показывали, Алексея Валерьевича, полковника-психолога, как он обучал журналистов. И они держали руки, например, вот так, и вот им давила, значит, плечо рубашка, куртка, да, и им в голову не приходило, что можно только руки чуть ниже пустить. Потому что механизм подражательный, в первую очередь, забывает, так сказать, цель, да, для чего это делается. В этой связи я хочу вам напомнить Станиславского, у него было хорошее понятие сверхзадачи. Да, и Генриха Сауэльча Альтшулера. Альтшулер, писатель-фантаст, он был разработчик теории, изобретатель, ну, автор разработки теории изобретательских задач. Вот так можно, ТРИС, ТРИС. Там есть очень интересная вещь. Вот, например, ну, в таком шаре, пример такой, надо было для каких-то космических целей чего-то там придумать какой-то болт или гайку, чтобы уравновешивать вот этот шар. И вот, значит, там несколько людей, специалистов пытались эту гайку придумать и никак не могли придумать. Ну, а потом кто-то догадался спросить, а для чего это? А для того, чтобы этот шар стоял не вот так, а вот так. Вот когда догадался спросить, а для чего? Тогда они все поняли, что можно и по-другому это сделать, и без всякого болта. И они придумали, как этот шар проспалить по-другому. Вот это сверхзадача. То есть, по существу, творчество начинается там, где начинаются вопросы, для чего, смысл, цель. Я это к чему говорю? Потому что я все время слышу, когда вебинар проводится или книгу какую написал, в первую очередь человек хочет конкретно, как правильно выполнять упражнения. А нам нужно в первую очередь знать, для чего. Ну, он как бы понимает, для чего. Например, мы говорим разминка, синхрогимнастика. А что такое разминка? Да, надо же сначала цель определить. Вот мы сначала сейчас будем вообще, не только в этом вебинаре, а вообще создавать науку человечности. Определять критерии, определять критерии. Что значит наука? Вместе будем это делать. И этим самым это генератор развития этой науки. Да, вместе. Что такое критерии? Главная цель. Вот, например, сейчас говорят об образовании, что оно падает. Да, но падает прежде всего почему? Потому что в первую очередь цель не поставлена. Кого мы хотим воспитать? Ну, мы же хотим воспитать человека будущего. А какой он должен быть? Надо же сначала подумать. Прежде того, как расписывать часы, какие там дисциплины, какие там предметы должны быть и так далее. Кого мы воспитываем? С какими качествами? Ну, я вам сразу скажу. В первую очередь человеческие качества. Мы должны определить, какие самые главные. Я вот там определял базовые качества. Способность любиться, переживать, чувство бесценности живого, чувство чужой боли, чувство сотрудничества, созидательность. Вот это же есть, вот это базовые качества. Вот если мы у человека будущего, как говорится, не будем ориентированно воспитывать эти качества, для этого и нужна наука. То есть, если мы не будем, кроме того, воспитывать у человека будущего способность работать с неопределенностью. Потому что все время ситуации меняются, он может и в космос полететь, он может и под водой быть, и экзамены сдавать, и там, или мало чего. Бывает, сейчас самое главное – научить людей работать с неопределенностью, потому что все очень быстро меняется. Вот с этой неопределенностью как работать? Если у нас работает подражательный рефлекс, и нам в первую очередь, мы так делаем, мы повторяем то, что нам показывают. И мы, не думая, зачем, не задаваясь вопросами, мы пытаемся понять, как качественно что-то сделать. Ну вот представьте себе, допустим, зашел преподаватель в школе, в классе, и сказал детям, я вам даю задание, нарисуйте на доске круг, а не квадрат, и даю время. И ушел, пять минут, допустим, и вот дети начинают рисовать круг, да. И вот рисуют, рисуют круг, и тряпочкой стирают, и заново рисуют, как его лучше нарисовать, как его лучше нарисовать, уже доски не хватает. Да, и тут один мальчик подходит, и в самом уголочке маленький кружочек нарисовал. В отличие от всех, да, он подумал, ну нам же сказали круг нарисовать, нам же не говорили, какой именно круг, как правильно его нарисовать. Он просто подумал, и зачем, ну сказали, что круг, взял маленький кружочек нарисовал, без всяких проблем, потому что он головой работал, потому что он сверхзадачу услышал, надо нарисовать круг. Почему я это говорю? У нас раньше, например, профессор выходил на лекции по психотерапии и брал две пробирки, и говорил, в одной пробирке вода, а в другой бензин. Вот я сейчас открою, а вы сразу поднимите руки, кто почувствует, бензин это или вода. И вот, представляете, руки пошли, бензин почувствовали, бензин почувствовали, руки пошли. Ну, на первом ряду, на двадцатом ряду тоже почувствовали бензин, это о чем говорит. А потом он говорит, вы извините, товарищи студенты, коллеги мои дорогие, в обеих пробирках была вода. Ну, все, допустим, это знали, и сдавали экзамены и все прочее, и столько врачей стало у нас, много, да? А потом появился чумак, чумак. И вот все сидят за столами у себя дома, а он им по телевизору вот так ручкой воду заряжает. И говорит, вот сейчас вы потрогаете эту воду, она будет у вас соломоватая или кисловатая, я вам и кремы заряжу, и вы почувствуете. Ну, давайте, возьмите, и они чувствуют, и они спорят между собой, кто почувствовал. А он просто ручкой махал, он просто им как эти две пробирки. Но они же в институте учились, они же этот эксперимент знали, почему они не сопоставили вот это. Почему им в голову не пришло сравнить вот это? Почему они смысл не поняли? А вот этот фрагмент запомнили про пробирки и чумака, и вот одно с другим не соединили. Вот нам важно, чтобы мы научились мыслить, соединять весь опыт жизни, который мы видим, оказывается, оказывается, где бы мы чему ни тренировались, хоть теннису, хоть плаванию, хоть волейболу, хоть чтению стихов. Вот это состояние есть, ну, по современному называть дефолт работы мозга, мы называем нулевым состоянием, Будда назвал это нирваной, там называют состояние дзен, там, состояние фанатом разных религий, все это прочее. Аутогенное погружение, предсоночное состояние, между сном и бодрствием, нейтральное состояние, как я назвал дзен. И вот когда человек выходит на это состояние, у него, оказывается, все вот эти вот опыты из разных деятельностей, они начинаются сплавляться, сплавляться, целостное развитие личности. Это очень интересно. Вот этот человек, который освобождается в этом состоянии безмятежности, такого глубокого состояния покоя, в состояние нейтрализации вот этого постоянного, вот этой бешоно-бетонной мышалки, вот этого внутреннего диалога, когда он уходит от шаблонов, от стрессов, страхов, комплексов и стереотипов и выходит на самую суть себя, суть Творца, да, вот он начинает развивать у себя самоосознание. Поэтому, когда мы говорим науку о человечности, безусловно, там будет такой небольшой элемент, научный метод-ключ, научный метод-ключ, который говорит о том, что во всех разных методах, от медитации до альфа-состояния, до аутогенного погружения, до метода сильфы и так далее, и так далее, лежит одно и то же, один и тот же механизм выхода на это состояние, точно так же, как и в состоянии религиозного молитвенного процесса, называемая молитвенная благодать, безмятежность, что такое безмятежность? Нет мятежа мысли, нет суеты, покой, глубинная безмятежность, покой, соединение с вечностью. Да, 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 видите, как получается, что в науке о человечности ошибку сказал, наука о человечности, хотя в общем, большая разница, наука о человечности и наука о человечности, это совершенно другой уровень, мы потом поймем, почему. А на вебинаре я, конечно, вам покажу приемы, но я просто хотел сказать о том, что с помощью метода ключ, когда мы пытаемся не заучивать, как правильно делать упражнения, а путем подбора на основе перебора искать, как сделать проще и лучше, мы развиваем креативность мышления, то есть развиваем способность думать, то есть мы развиваем способность относиться к жизни творческой. Не знаю, насколько я понятно сейчас сказал, но кое-что, наверное, где-то какие-то ассоциации засыпил, но на вебинаре будет все очень конкретно, я вам покажу приемы, подбирая которые, вы заметите, что потом вы все другие задачи в жизни решаете проще и лучше, но это, говорится, с меньшими затратами сил, времени и более эффективно. До встречи, друзья!